Сегодня все задают вопрос, чем отличается коронавирусная инфекция в Китае и в Италии. Ученые Китая еще 4 марта в местной газете оповестили о такой информации, что за все время пребывания вируса выделено 103 его разновидности, а мутации всего произошло коронавируса первоначального 149 раз. Из 103 разновидностей выделены два подтипа. Первый S-подтип и второй L-подтип. S – это самый первый вирус, который передался человеку от летучих мышей. L-подтип – это самая ранняя разновидность, ту, которую мы встретили в Ухане. Если из 103 разновидностей выделить, какой удельный вес больше приходится на S или L, то на S приходится 30% из выделенных разновидностей, а на L приходится 70% выделенных разновидностей. Нужно сказать, что L-тип называют еще самым агрессивным, самым подтипом, который повышает инфицирование пациентов. Вот так вирус не погиб, он выбрал новую форму жизни, он выбрал новый свой способ существования, размножится у большего количества людей. Есть версия, что в Европе как раз бушует вот этот L-подтип вируса. В Италию этот подтип, мутированный уже подтип, привез итальянец, который заразился как раз в первую волну инфекции из Китая. Эксперты заключили, что и этот вирус, скорее всего, будет мутировать, прогнозируют в ближайшее будущее снижение пика заболеваемости, но говорят в то же время о том, что у этого подтипа самое агрессивное течение, клиническое течение заболевания с выраженностью симптомами. И, к сожалению, конечный исход чаще всего это смертельный. Для чего в Украине объявлена и утверждена модель жесточайшего карантина, я бы так сказала? Это очень правильная модель, поскольку самая главная задача сегодня – это максимально по времени снизить количество зараженных людей. Для чего? Если зараженные люди у нас и будут, а они у нас будут, то они будут в меньшем количестве, чем бы это было в условиях не объявления карантина. И в это время зараженным людям, в том числе и пожилым, мы сможем силами, которые у нас есть сегодня, обеспечить высококвалифицированную, своевременную медицинскую помощь. Нельзя не заметить и особенности национальной статистики. Очень большой удельный вес выпал на долю пожилых людей. По продолжительности жизни это в целом среди умерших это 78-79,5 лет. Нельзя не сказать о том, что у этих лиц, как правило, очень много сопутствующих других состояний, заболеваний. И на первое место выступает ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, сахарный диабет и деменция. Среди умерших выявлено было, что у 48,5% было из перечисленных 3 заболевания хронических и более. То есть это у половины практически умерших людей было вот такое количество заболеваний. Было установлено, что до заражения коронавирусной инфекцией люди принимали такие препараты, которые сами по себе могут снижать иммунитет. 84,3% принимали антибиотики, причем нет статистики, эти антибиотики принимались по показаниям или люди лечились самостоятельно, что немаловажно тоже. Около 31% среди умерших люди принимали гормональные препараты, снижающие иммунитет. И до 53% люди принимали противовирусную терапию. А у 18,6% пациентов были все три группы. То есть люди принимали все три группы препаратов одновременно. Очень важный момент, как страна выбрала, какой режим, какой модус, какую модель карантина выбирает каждая страна. Есть сведения, что если страна принимает карантин на день позже, заболеваемость растет в 40 раз. На 40%. Пример Англии. Англия как решила бороться с коронавирусной инфекцией? Решила переболеть инфекцией. И как только увидела быстрый рост количества гибели людей, гибели пациентов, сразу поменяла свое решение и ввели карантин. Ожидается ли сезонность инфекции? К сожалению, прогнозируется и сезонность инфекции. То есть повторение пика заболеваемости осенью. Но если мы с вами сумеем все выполнять карантинные меры, на сегодняшний день для нас это крайне важно. Мы сможем максимально снизить количество инфицированных больных, а в принципе для результата общей заболеваемости, смертности, это очень хороший результат.